Всем привет! Продолжаем знакомиться с питоном и знакомиться и смотреть как можно создавать, начинать создавать какие-то простенькие игры. Цель конечно же этого всего научиться программировать, а не создавать игры. Сначала надо научиться программированию, а потом уже учиться создавать игры. вот здесь какой-то полноценной какой-то игры не будет крутой здесь здесь будет все-таки по платформера простенького недоделанного который вы должны будете по идее доделать сами вот и так в прошлый раз мы закончили над тем что создали элемент меню но мы его еще не видели конечно же значит нам надо продолжать свою работу и следующим этапом будет создание класса меню ну давайте сразу же начнем класс меню создаем вот она дальше создаем внутренние переменные default color равно это будет вот такой 32 68 это я все уже не с головы беру я сделал предварительные наброски какие цвета будут какие-то какие все вот поэтому поэтому так дальше selected color равно ну как вы помните прошлый раз у нас было мы создавали элемент меню и в котором были такие вот переменные selected и default то есть цвет элемента меню по умолчанию и цвет элемента меню выбранного дальше дальше описываем конструктор в котором мы проинициализируем все наши нужные нам данные items создаем переменную да блин и это будет у нас список квадратные скобки означает что это будет список пока он пустой дальше 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 нам нужен нужен дисплей то есть нам нужно то где мы будем рисовать то где мы будем рисовать мы можем получить импортировать наш single tons мы знаем в нашем single tons и есть класс дисплей это single ton это объект одиночка соответственно мы уже непосредственно можем и как вы видите уже из разных модулей получать получать этот объект вот get instant что еще надо еще надо для менюшки как минимум то где начинать его рисовать соответственно центр я создаю переменную центр x и аналогичным образом по игреку будет то есть где-то надо посредине экрана нашего рисовать и для этого я получу от нашего дисплея следующее get screen resolution так get screen resolution это у нас возвращать переменную а что это такое это у нас кортеж кортежу к элементам кортежа можно доступаться по индексу то есть нулевой элемент это вот этот первый элемент это вот это значит вот мы получаем get screen resolution дальше получаем доступ к первому элементу то есть нулевой индекс это ширина по x берем дальше делим на 2 то есть это средина экрана и минус 100 но потому что будет грубая средина экрана и отсюда будет писаться наша надпись я сделал минус 100 то есть чуть-чуть сместил прикинул что где-то 200 может пикселей или сколько будет ширина занимать но по-хорошему конечно можно было бы динамически вычислить использовать объект фонд передать туда текст посчитать сколько пикселей будет это все занимать ну я короче не стал заморачиваться вы хотите заморачивать то же самое сделаем по игреку по игреку так сорян какая-то смс к пришла вот так это мы вычислили центр экрана на где мы будем начинать рисовать что надо сделать дальше дальше я сделаю вот так вот зайду две перемены x и и сделаю вот так вот для чего это делаю а для того чтобы сейчас упростить запись вот дальше но потому что сейчас будут какие-то конструкции в этих конструкциях чтобы не было вот таких вот длинных названий то я их сейчас просто сокращу на время работы конструктора диссии сета дефолт color это selected color сделаю точно также вот со всем этим self дальше дефолт color и self selected color есть что надо сделать дальше а надо сделать дальше это добавить накидать заполнить наш контейнер наш список и темами то есть непосредственно элементами меню что собственно говоря сейчас я и сделаю делаем self items так как это список у списка есть такая функция append то есть ну добавить грубо говоря в конец списка ну присоединить и что мы будем сюда что мы сюда накидаем накидаем мы элементы меню то есть мы по создаем объекты объекты вот этого типа а каждый уже объект как вы помните уже содержит такие функции select deselect там get item data и все такое и так чтобы создать объект ничего сложного нет пишем меню айтем дальше скобочки и создаем play первый элемент меню дальше дефолт color selected color дальше x y почему тут скобочки почему вы тут скобочки потому что это передается как один параметр но он но этот тип этого параметра кортеж вот позиции если бы этот написал x запятая y то мы вы без скобочек передавали а так в данном случае я передаю позицию позиция это что-то общее позиция уже будет себя включать x и y вот дальше то есть x y мы передали и дальше какой-то description давайте оставим пустое пока пустое так и давайте вот я так прикинул будет четыре пункта меню не все конечно будут рабочие так сейв лот дальше settings и и и ехит ехит теперь смотрите все эти четыре пункта меню они по одними тем же координатам будут созданы рисоваться что неправильно поэтому давайте я так прикинул размер шрифта у нас 48 вот то есть короче по игреку будем на 60 смещаться плюс 120 между ними будет короче разница в 60 пикселей и 180 вот так вот так дальше вот мы закинули в наш список элементы меню который потом мы будем рисовать что нам дальше надо нам надо знать информацию о том какой текущий элемент меню выбран current index current index будет равен нулю то есть по умолчанию будет выбран пункт меню play дальше дальше нам надо какие-то переменные для внутреннего использования это будет макс индекс ну это чтобы мы когда мы перемещались вниз вверх случайно ну точнее вниз случайно не вышли за пределы списка вот поэтому у нас будет макс индекс мин индекс минимальный это у нас понятное дело будет 0 так макс индекс что такое что чему будет равен берем стандартную функцию len который можно применять к спискам и передаем туда наш список и получаем какое-то значение данном случае будет 4 до размер нашего списка 4 дальше что нужно сделать нам нужно сделать нам нужно выделить наш первый пункт меню как мы это сделаем смотрите вот у нас уже в списке содержатся наши объекты наши элементы меню значит нам надо получить доступ к первому элементу меню давайте current index прям возьмем не нолика current index и то есть данном случае мы получаем доступ непосредственно к объекту меню item до нашего первого у которого название play и вызовем у этого объекта функцию select что select сделает правильно установит индекс в один это знаешь будет рисоваться вот вот такой элемент selected color они с дефолт колором дальше дальше что нам надо сделать ну в принципе все ну почти все нам надо еще функцию def draw которая будет наше меню еще непосредственно рисовать и здесь мы пробежимся по-по-по-по нашему меню in циклы здесь довольно простенько пишутся для какого-то элемента в чем-то в контейнере она будет итерация пробегаться ну короче чё-чё объясняет так они дальше когда мы получаем данные что мы получаем непосредственный объект непосредственно вот этот объект но как вы помните я сделал функцию get item data это get item data возвращает кортеж из двух значений данные и позиция что здесь мы и сделаем то есть мы сразу же проведем декомпозицию текст и поз равно t get item data то есть вот у нас возвращаемое значение разложится в две переменные потому что мы собственно говоря здесь две и передаем да то есть это так сказать декомпозиция по моему так называется разложить кортеж сразу по переменам что нам надо сделать дальше дальше нам надо нарисовать непосредственно наш вот этот текст мы получаем доступ к дисплею нашему берем get surface то о чем мы то о чем я говорил да в первом уроке и вызываем функцию blit которая нам нарисует наш текст текст и позиция вот 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 что еще надо сделать это мы только нарисуем наш наше меню давайте попробуем что ли давайте перейдем в наш функцию main импорт нём импорт нём наш наше меню вот импорт нём дальше создадим объект нашего меню давайте давайте где-то вот здесь меню равно меню . вот объект то есть будет вызван конструктор создаст объект в конструкторе заполнится и тому и заполнил заполнится элементы все будет хорошо и теперь нам надо где-то чтобы было место где мы будем рисовать наше меню ну давайте его нарисуем пока вот здесь пока вот здесь делаем место так 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 наше меню подождите но с большой буквы да с большой буквы тут тоже надо определиться большой маленькой так улей дроу все давайте попробуем запустить а вот смотрите play save lot settings и ехит но это такой шрифт такое скачала эта фишка шрифта что у него есть какой-то фон вот но если стрелочками двигаю как видите ничего не меняется давайте сделаем обработку этих клавиш чтобы менялась меню и на сегодня все что нужно для этого как вы знаете любой цикл игры состоит в принципе из получения данных каких-то потом обработка данных вы тут давайте вот давайте вот тут get input data то есть получение данных откуда то обработка этих данных работа там искусственного интеллекта и т.д. и обновление перерисовка соответственно нам нужно получить данные и обработать то есть по факту по факту нам нужно где-то где-то сейчас обрабатывать клавиши и после этого что-то там поменять и перерисовать функцию твои в класс меню давайте сейчас добавим обработку event processing такую функцию то есть это будет давайте сейчас напишу event processing вот так вот и сюда будем передавать непосредственно event дальше то есть то есть то есть что что это будет ну давайте сразу же втулим втулим это все вот сюда вот сюда давайте меню event processing и передаем его туда то есть любые нажатия мышек и т.д. и т.п. клавиш на клавиатуре будет приходить вот сюда то есть мы в ивентах можем получить соответственно мы будем пробрасывать в наше меню это все добро это все добро а вот здесь мы сейчас обработаем вот значит что нам надо вот мы получаем какие-то ивенты нам надо проверить правильно ли это ивент ну тот который мы можем обработать или нет мы берем у ивента тип и сравниваем его если это пигейм кей-ап то есть это ивент а вот есть кнопку кнопку нажимаем это кей даун иван когда я отпускаем это кей-ап потому что нам надо по кей-апу обрабатывать а не по кей-дауну потому что кей даун можно нажать и держать и в результате получится не очень красиво вот если это ивент отпускание кнопки то проверяем если ивент в справке можно узнать узнать какие параметры есть у ивента это в справке почитать у ивента есть тип дальше вен то есть кей кей это мы уже непосредственно давайте узнаем ну на было ли нажито на нужная нам кнопка то есть была отпущена какая отпущена нам надо кей-даун да кей-ап это непосредственно событие что была отпущена кнопка а кей подчеркивание да это то что непосредственно на клавиатуре была отпущена кнопка вниз ну да вот вот такая вот ерунда тоже бывает фиг поймешь ну ничего разберетесь что нам надо сделать дальше нам надо взять текущий и там который у нас есть а этом и у него так это у нас self current current индекс у него вызвать функцию dc лект деселект как вы помните она нужна для того чтобы переключить на цвет по умолчанию вызываем деселект дальше self current индекс плюс равно единичку если мы нажимаем вниз начать надо текущий индекс увеличить на единичку дальше делаем проверку если self как current индекс больше больше равно максимальному индексу да мы помните специально переменных завели то self current индекс равен нулю то есть это означает если мы вниз 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 вот так вот один выделили два три четыре а потом внизу ничего то перескочит наверх вот для удобства потом после этих всех вычислений мы берем self items давайте current индекс вот так вот и выбираем уже новый элемент меню есть теперь давайте обработаем л л л и нам же надо еще обработать кнопку так вверх нажатие event если event точка кей равно так давайте пай гейм кей кей ап то делаем короче скопирует делаем почти все тоже но немножко не тоже то есть нам здесь надо теперь не плюс 1 а минус 1 дальше сравнить если меньше 0 то то current индекс у нас будет равен чему правильно берем максимальные и минус 1 вот и все в принципе точно такое же ну да можно сказать здесь копипаст идет от одних и тех же грубо говоря кусков кода но на самом деле не совсем потому что у нас всего лишь два события все остальные нажатия клавиш нам не нужны ну все давайте попробуем как вы видите добавили обработку клавиш непосредственно обработка на происходит вот здесь вот меню иван процессе давайте попробуем чего получилось так что-то я нажал и упало да питон это штука такая что надо на все писать тесты потому что это не си плюс плюс который на этапе компиляции определить что какая-то проблема в чем проблема атрибут error instance has no атрибут меню и там да там его нету я видимо забыл написать буквочку с поэтому признак хорошего тона и не просто хорошего тома то то на а здравого смысла в питоне покрывать все тестами вот потому что программа может работать и в какой-то неожиданный момент упасть только потому что вы ошиблись именем там перемены и и и и все такое так нажимаю вниз вот видите я нажимаю кнопку вниз и у нас меняется цвет менюшки то есть визуально визуально мы видим изменения ну здесь нужно еще конечно добавить enter там escape и все такое вот ну думаю тоже можно на сегодня все а вот в следующем уроке что сделаем в следующем уроке добавим эффекта я нашел гифку красивую и рядом будет такая гифка то есть анимация выбранного элемента меню вот так сказать добавим красивости можно конечно по бокам еще добавить можно еще это все как у вас с фантазией и со временем лень делать не лень вот в принципе все что мы сегодня сделали ну добавили обработку менюшки теперь это менюшка у нас есть она рисуется элементы визуально меняются но пока еще не обрабатываются то есть нам здесь надо добавить обработку клавиш enter а дальше ввести какое-то понятие в каком пункте меню мы есть и что делать потому что пока у нас нету даже понятия игрового режима потому что у нас режим игры это может быть состояние игры это может быть режим меню режим паузы там может быть еще какой-то режим вот пока этого всего нету но все впереди поэтому на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока субтитры делимся